С момента падения на космодроме Байконур ракета-носителя Протон-М с тремя спутниками связи ГЛОНАСС прошел почти месяц и только на днях туда решили отправить комиссию чиновников во главе с министром охраны окружающей среды. На это даже пожаловался Аким Козловодинской области Крымбек Кушербаев. Кстати, после аварии Протона прошло уже больше трех недель, а представителей заинтересованных центральных госорганов на космодроме еще не было, ведь требуют своевременного решения актуальные вопросы, в том числе экологии и социальной сферы. Национал-патриот Мухтар Тайжан один из тех, кто уже побывал в районе, где скоропостижно приземлился Протон. Сегодня он прокомментировал причины, почему никто из членов правительства, несмотря на безграничные возможности, до сих пор не доехал до Байконура. Ну, министры или оппозиции, это же тоже люди, они боятся за свое здоровье. Я так думаю. Потому что гептил есть гептил. Что такое гептил, они очень хорошо знают. Это в воздухе. А они приготовили для себя виллы, богатство наживали всю жизнь. Зачем им свое здоровье подвергать такой опасности? Работу по детектикации местности уже провели российские специалисты. Необходимая площадь обработки почвы 140 гектаров. Правда, данные российских и казахстанских экспертов об уровне загрязнения расходятся. Оппозиционер с многолетним стажем Амиржан Касанов делает свои выводы. В сложившейся ситуации есть очень большая опасность того, что казахстанская сторона не будет говорить всю правду о произошедшем в Байконуре. Это уже далеко не первая русская ракета, которая терпит аварии на территории Казахстана. И почти всякий раз эксперты отмечают, у руководства Казахстана такие ЧП автоматически приносят жертву дружественным отношениям с Кремлем. Вопрос же, кто будет защищать национальные интересы республики и ее жителей, похоже, волнует только гражданское общество.